Сейчас 7 утра, у меня задача вставать рано, но я сегодня встала рано еще, потому что я, как видите, уже оделась, я сейчас собираюсь ехать на съемку. Съемка для телевидения, это реклама лекарственного препарата, вот, выйдет она где-то, наверное, месяца через два, скорее всего, потому что это я поняла по одежде. Вчера была примерка, и я была в свитере, соответственно, я думаю, что это реклама для холодного времени года, я думаю, это будет осень. А сейчас, пока у меня есть 20 минут до отъезда, я решила посадить такое деревце, кто знает, как это называется, то есть это какая-то ель, но разновидность ее. Скажу честно, я не знаю, даже не гуглила, но в эпицентре я купила горшок, дренаж, вот, и землю. Я показала по фотографии, и мне дали специальную землю, сказали, как посадить, в общем, все рассказали, поэтому я сажаю именно в горшок. Это от заправки ВОК, тут Дорога до СЭК, если вы покупаете любой напиток в такой чашке, вот, это от Виталины Бойко, ее дизайн. На 2 гривны дороже эта чашечка стоит, но эти денежки идут на закупку оборудования для деток, которые раньше времени родились. Думаете, это Туя? Ника говорит, что это Туя, я скажу честно, я не знаю, она не гуляет поближе. Я не могу сказать, что я там особо садовник какой-то, я только начинающая у нас бабушка, то есть моя мама, она у нас цветами занимается всеми, вот, поэтому пока она на море с Демой, я ее заменяю. Мужа я сажаю в горшок, как я уже объяснила, ландшафта нету, и плюс мне сказали, что он может прижиться, может не прижиться, а в горшке более вероятно, что он приживется, поэтому вот, начинаю. Кто мне сделал мамскую прическу? Мамки. Да, я мама, у меня сын, сколько там сына, лет 13, да? 17, не пугай, и муж. Я снимаюсь в рекламе лекарственного препарата, какого пока сказать не могу, мы месяца через два, сами увидите. Я вам не говорила про сантехнику, вы сами мне начали писать. Аня, мы тебя видели. Тут тоже, я думаю, что вы видите, хотя там роль такая. Нормально, там роль. Да там ничего говорить не надо, а я люблю поговорить. Вот, сейчас меня переоденут, накрасят, докрасят чуть-чуть, возраста мне придадут. Не, не надо. Не надо возраста? Болезненный вид, класс. Вот. И я вам дам чуть-чуть попозже покажусь я ночную площадку. Противная игра. Это папа. Это сын. Ребятушки, давайте сядем. Ребят, представьте, что ниже голов будет написано. Меня уже отпустили. Сейчас я расплету такую прическу. Реклама выйдет на время месяца, только что узнала. А когда выйдет, я вам покажу и расскажу. Кадры покажу со съемки. Какие-то километры, авария. Будьте осторожны, потому что суды по тормозному пути противит подвозь. Надеюсь, дешевле. Все, поехали. Там колесо лопнуло у грузовика небольшого. И он начал тормозить, ударился в отбойник. Демид оценил Доминидину шутку про китайские вещи. Что показать? Смотри. Слушай, в отделе проверки на китайской фабрике вещей на брак. Демид оценил Дема, я бы не смеялась. Мы сейчас идем с кинотеатра. Мы в Одессе, кстати. Вы видели, мы доехали, все хорошо. Что мы смотрели? Косика и медвежонка. Про медвежонка и про ослика. А как назывался? Ника, помогай, брат. А как назывался? Это не мультик, а фильм, да? И Дема высидел, и все было хорошо. Да? Сейчас я в инстасторе выложила видео, где Дема ест конфету, Ника ест химические конфеты и написала, что ты же мать. Иногда я позволяю детям химию. И считаю, что ничего страшного в этом нет. И мне давай. Мы живем на Среднефонтанской улице. Это два... Да, вот это химия. Это контрабанда. Это два километра до моря. Но так как мы на автомобиле, комфортно. И когда меня не было в Одессе, и мама была с Демидом, ну как бы здесь осталась, то давай мне ручку, нельзя... Демушка, дай маме ручку. Вот. То они ездили на такси туда и обратно. Такси стоит 600 гривен, то есть получается 120 туда-обратно. Плюс лежат 120-150, зависит от пляжа. Ну, в среднем выходило 300 гривен. Ну, я считаю, что это очень неплохо, потому что квартира классная, и цена у нее тоже хорошая. Поэтому, в принципе, могу сделать такой обзор квартиры, потому что знаю, что будете спрашивать... Телефон не потеряли. Говорит, телефон не потеряли. Потому что у меня спрашивали цену, номер телефона хозяйки. Вот. Кстати, хозяйка моя подписчица, ее зовут Леночка. Так что, если ты меня смотришь, тебе привет. Сделаю обзор твоей квартиры, надеюсь, что ты не против. Мы уже на пляже. Да, привет! Мы каждый день ходим на один и тот же пляж, он называется от Рада, нам очень нравится. Вот. Вот знаете, как прошлись, посмотрели везде кругом, и этот больше всего запомнился. Как-то, не знаю, вот прям комфортно здесь. По лежакам, по ценам, места. Я все в Инстаграме отмечаю, поэтому, в принципе, подписывайтесь в Инстаграм. Это хорошая соцсеть, кто не подписан. Знаю, что очень многие уже подписались, кто-то благодаря мне, кто-то нет, но суть в том, что Инстаграм классная соцсеть, поэтому подписывайтесь. Море, вот мы с Ника вчера приехали, море реально очень классное. До этого, когда мы были в Киеве, Ника возвращалась с Карпат, мама говорит, что море было не очень хорошее, не очень чистое, дул ветер, было некомфортно. Мы приехали, все наладилось, море очень чистое сейчас, без водорослей, без медуз. При этом она очень теплая, нет ветра, и очень комфортно. И медузами, майками, вдохами. Вот, поэтому очень классно. Медузами, вдохами. Дохными, медузами было море. Вот, что вам еще рассказать, вы в любом случае задавайте вопросы, я вам отвечу, если они есть. Ну и дальше что-то будет, оставайтесь с нами. Мои танцы. Один, да. Что там? Ой, хороший, как бы жесткий мой. Магазин Жан нашел на ней на пляже. Смотрите, сколько продукции. Подготовка к съемке. Дрон. Мам, я хочу мутики. Что ж? Мутики. Калянчук. Я пару раз сделал по-дудусь. Ой, класс. Там где что-то загорело. Там, оказывается, можно руками прыгать. Вертолет. Магазин Жан нашел на пляже. Утро доброе. Мы тут с Демкой уже второй раз завтракаем. Да, Демидушка? Да. Да. Сегодня мы выезжаем домой, и я вам обещала показать квартиру. И кино на каникулах. Да, и монстры на каникулах будем смотреть. Мы планировали сегодня, то есть мы должны были выезжать завтра, но у меня там все ремонт, и я решила, что один день роли не сыграет, а для ремонта роль сыграет. Поэтому мы решили уехать раньше на один день. Я вам обещала показать квартиру, потому что всегда запросы есть, и найти хорошую квартиру всегда очень сложно. Поэтому, а тут, кстати, для детей все есть. Вот есть даже кресло, то есть стульчик для кормления, то есть для маленьких вот даже Дема залез. Вот здесь диван, который раскладывается очень удобно, он такой твердый, как будто ты на матрасе спишь. И сейчас мы вещи будем собирать, чтобы вещей не было, и я вам поснимаю. Тут как бы все есть для жизни, очень удобно. И, кстати, отметила себе, думаю, сделаю. Тут солнечная сторона, вот окошко. И когда утром просыпаешься, солнце светит прямо в глаза, потому что в спальне все закрыто, все темно. Но здесь все продумано, и есть вот такая вот как бы раздвижная система. Вот. И можно сделать в комнате, вместе с кухней, именно темноту такую. То есть в принципе солнце мешать не будет. И вообще на самом деле, тут как бы полноценно еще одна комната, здесь был балкон, видимо. Вот. И здесь можно поставить матрас, если вдруг вас много, а кровати всего две. Потому что одна кровать очень большая, мы там втроем спокойно помещаемся, то есть там, по-моему, она две с половиной. Есть гладильная доска. Я тоже хочу пополам. Вот. И все есть для жизни с детками. То есть не просто там пара приехала, им по сути ничего не надо. Здесь полностью все для детворы есть. И очень, знаете, как все с душой. Всякие тарелочки, все в наборе, ложечки. Ну, знаете, как все подобрано настолько, что я прям очень-очень довольна. Поэтому я вам рекомендую. И здесь есть большая гардеробная. Их вообще две. Но одна прям конкретно гардеробная. Поэтому тоже вам все покажу. Сейчас мы позавтракаем, начнем собираться. Так что оставайтесь со мной. Ну что, показываю вам квартиру уже без наших вещей. Мои сейчас загружаются в машину. И вот. Вошли. Очень просторная, светлая. Для обуви. Это, кстати, гардеробная, о которой я вам говорила. Очень удобно. С правой стороны вот все для удобства. И полочки тоже есть. И с левой все то же самое. Вот. Все очень удобно. Она просторная. И вот этот вот диван. Тоже очень классно раскладывается. И очень такой легкий. И как матрас. Вот. Я вам сейчас покажу. Вот. Видите? Вот эта вот прикладинка. Она так вот ложится. И он такой полукругом. Очень удобный. Такой классный. Вот. Так. Тут есть свет. Кстати, очень удобно, когда засыпаете. Можно яркий включить. Можно вот такой вот тусклый для чтения. Что вам еще показать? Кухня очень просторная. Есть большой холодильник. Микроволновка. Духовка. Все рабочее. Здесь телевизор такой небольшой. Кухня реально очень удобная. Круглый стол. За которым очень приятно вести беседы. Завтракать. Мы вечером ужинали. Вообще очень прикольно. Детский стульчик. Демка даже в нем сидел. Сначала говорил, я взрослый, я не буду садиться. А потом уже, ну посадите меня. Ему было по приколу. Есть холодильная доска с утюгом. Очень прикольный кондиционер. Потому что он дует так прям конкретно. Но он так расположен удобно, что заходит и в эту комнату. И сейчас я вам покажу и спальню. Тут есть такой рабочий уголок. Тут мы заряжали наши мобильные телефоны. И всякие такие побрякушки, типа там колеечек складывали. Ну то есть тоже очень удобно. Тут есть естественно вай-фай. Что я вам... А, тут даже есть телевизор. И я вам уже показывала. Вот. Раздвижная система, если вы любите поспать, чтобы вам свет не мешал. Тут, кстати, даже видно море. Вот где-то там. Вот там вот. Видно море. Два километра, если идти пешком и на машине вообще ехать пять минут. То есть расположение удобное. Вот. Цветочки мы поливали. И разворачиваемся. Идем в спальню. Спальня в полумраке. Тут есть детская кроватка. Если вы с детьми, будет очень удобно. Как я говорила, кровать очень большая. Потому что мы, ну как бы валялись тут все вместе. Мама, я и Доминика. И ну как бы вообще. То есть места очень много. А я тут с мамой как-то спала. И я такая ночью просыпаюсь. Мама где-то там, наверное, в сантиметрах, в семидесяти метрах от меня. Где-то вообще далеко. Ну то есть кровать очень большая. Вот. Здесь все закрыто. Очень удобно для сна. Есть такие прикольные такие тумбочки. Здесь можно все поскладывать. Вот здесь вот тоже мамотка складировала. Телефоны все на свете. Удобные тоже розетки. У меня там за диван розетки не было. Но я как-то засыпала. Даже хорошо, что не было. Засыпала без телефона. Есть телевизор. Что тоже очень удобно. И тут есть еще одна гардеробная. Кстати, очень прикольно. Туалет. Вход может быть и оттуда, и отсюда. Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь наша постельная. Здесь есть чистые полотенца. То есть, ну, было много постельного и много полотенец. То есть, для того, чтобы всем было комфортно. Тоже такие полочки. Это больше для постельного. И сейчас я вам покажу ванну. Вот. Вы заходите, получается, тут и ванна, и туалет. И выход. То есть, очень удобно сделали, чтобы не обходить. Видите? Сразу в коридоре. Можно вот так зайти и вот так. Вот. Все удобно, все комфортно. Все чистенько, аккуратненько. Ну, просто. Квартира очень понравилась. Она по ауре очень классная. Поэтому я, конечно, очень-очень рекомендую. Вот. Здесь даже фен. Ну, полностью все есть. Вот эта вот подставка тоже очень удобна, потому что мы тут складировали свои всякие побрякушки. Так, выключаем свет, потому что я уже выхожу. И так, в принципе, можно выйти как отсюда. Вот. Так. И отсюда. Вот. Закрывает здесь тоже система. И даже непонятно, что там есть выход в туалет. Как шкаф-купе. Очень удобненько, очень красиво. И я очень довольна. Мы очень классно отдохнули. Поэтому рекомендую квартиру. Я оставлю внизу. Давайте, наверное, вайбер. Вот. Я надеюсь, что... Хозяйка против не будет. Что еще хотела вам показать. Стиральная машинка функционирует. Ну, как бы, в принципе, все функционирует. Хорошая такая квартирка. Очень понравилась. И, кстати, что я вам говорила, да. Бокалы полностью все вот есть. Бокалы, стаканчики, чашечки. Все для удобства. Точно так же, например, и здесь. Посуда вся одинаковая. Глубокие тарелочки, маленькие тарелочки. Все очень классно. Вилочки. Вот. Ну, все. Все-все-все. Очень удобно и комфортно. Так что, если что... Так, выключаю свет. Тут надо поправить. Вот так. Все. Красивая, правда? Хорошая квартира. Очень уютная. Тут даже есть вот номера телефонов, адреса, заказ воды, такси. В общем, номер хозяйки. Все-все-все есть. Все. Ну что, в путь дорогу мы собираемся уже и уезжаем в Киев. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. Все счастливо. Пока-пока.